Коллеги, всем добрый день. Еще ждем буквально минуту всех желающих к нам подключиться. Пока кто уже на связи, прошу дать отклик, огонечки, плюсики в чат, если нас хорошо видно, слышно. Так, вижу плюсики в чате. Отлично. Со связью проблем нет. Сейчас ждем буквально несколько секунд подключения моего коллеги и начнем. Коллеги, добрый день. Да, Сергей, приветствую. Ну что ж, коллеги, предлагаю начинать. Сегодня мы с вами поговорим о нетривиальном, итеративном подходе к планированию рейсов и взаимодействию с перевозчиками. Вебинар проведем мы с Сергеем. Сергей Тарасов, наш консультант отдела транспортной логистики. Добрый день. И я, Масихина Мария, менеджер по работе с клиентами. По таймингу наш вебинар стандартный займет 45 минут. 5 минут на вводную часть. Далее за 30 минут мы раскроем основную тему и ставим 10 минут на обсуждение ваших вопросов. В случае, если по какой-то причине, по количеству интересующих вопросов мы не успеем ответить на все вопросы, то не переживайте, мы отдельно ответим на них по почте либо напрямую по телефону. Уже за рамками вебинара. Ситуация на рынке нестабильна, но тем не менее бизнес ищет способы развиваться и расти. Компании стремятся повысить гибкость своих бизнес-процессов и ищут максимально эффективные способы для оптимизации своих бизнес-процессов. Мы же, в свою очередь, развивались на рынке уже 25 лет и ежедневно, сотрудничая с нашими клиентами, слыша их запросы, потребности, мы понимаем, что требования к системам ТМС действительно от заказчиков становятся всеобъемлющими. Недостаточно оптимизировать, автоматизировать процесс статичного планирования, то есть когда мы еще на этапе формирования заявки знаем, кто, как и когда доставит груз. Заказчик понимает, что гибкий бизнес, способный перестраиваться и адаптироваться, это ключ к стабильным доставкам. Поэтому рассматривать максимально эффективные решения, которые способны адаптироваться под динамически влияющие, динамически меняющиеся условия и, например, допланировать уже сформированные маршруты. Также немаловажно иметь возможность в режиме онлайн оперативно взаимодействовать с перевозчиком и в целом грамотно выполнять процедуру его выбора. Так, на примере реализованного совсем недавно проекта для одного из наших клиентов, сегодня мы рассмотрим четыре интересные, на наш взгляд, и результативные задачи, которые мы выполнили в инициативе клиента. Это поэтапное планирование рейсов для обеспечения постоянной загрузки склада. Это автоматическое итеративное назначение перевозчиков по KPI, приоритетам и тендерам. Это автоматизация работы с реестрами перевозок и взаиморасчетами с подрядчиками, а также контроль движения документов по рейсам. Сергей, тут передаю слово тебе. Давай более подробно остановимся на каждой задаче, которую мы выполнили. Да, коллеги, еще раз приветствую. Касательно поэтапного планирования перед нами стояла задача обеспечить склад работы в течение дня, снизить нагрузку одномоментной выдачи всех рейсов сразу и иметь возможность, так сказать, закидывать удочку транспортным компаниям по будущим рейсам. Модуль маршрутизации Axios Cup позволил решить нам эту задачу. С его помощью система может автоматически формировать заготовки рейсов, а потом допланировать уже свежими, вновь загруженными заявками на перевозку. Как это происходило? Примерно к 14 часам в систему обычно было загружено процентов 30 всех заявок на будущий период. Эти заявки автоматическим планированием распределялись по виртуальным или реальным машинам, формируя рейсы с учетом всех ограничений. Затем они выгружались в складскую систему ВМС, с чем инициировали сбор товаров по маршрутам. Так как в этот момент уже появлялось понимание, что по такому-то направлению нужна машина, то на основании рейса можно было начинать поиск перевозчиков и назначать их. Ну и при наступлении уже 18 часов, когда новые заявки уже не принимаются, выполняется вторая волна планирования – это создание новых рейсов и допланирование дневных с таким же учетом всех установленных ограничений. За счет этого обеспечивается постоянная загрузка склада, нет критических моментов, когда склад не справляется с нагрузкой, снижается себестоимость рейсов и снижаются риски срыва маршрутов за счет наличия времени на поиск транспорта. Так, Сергей, а расскажи, были ли какие-либо ограничения по планированию и вообще в целом по географии перевозок нашего клиента? Да, так как клиент позиционируется в Москве и доставляет грузы по Москве и региону, к планированию были высокие требования. Ограничивалось максимальное расстояние по маршруту, его длительность с учетом возвращения на склад, весогабаритные характеристики груза, в том числе масса и объем, ширина, длина и высота грузового места, совместимости транспортных средств с перевозимым грузом, когда по заявке нужна машина с бюджетбортом или кассовым аппаратом. Также были учтены пропуска на въезд в МКАД, Садовое кольцо и Третье транспортное. Ну и временные стоимостные характеристики и прочие настройки. Как я говорил ранее, все это учитывалось и при первой, и при последующих итерациях планирования. Кроме того, была реализована возможность из всего списка рейсов отправлять на допланирование отдельные машины, например, на которые уже был назначен перевозчик. Для удобства планирования доступно сохранение, так сказать, волн, в которых устанавливаются свои настройки. Например, днем загружать машины не более чем на 20 или 50%, включать в рейсы не более 5-8 точек, длительность рейсов ограничивать 6 часами. При переключении на вечер все эти ключевые ограничения автоматически отключаются и запускается второй этап до загрузки. Когда рейсы спланированы, необходимо грамотно выполнить процесс назначения перевозчика. Здесь мы также придерживались интересного итеративного подхода, но применительно уже посредственно к назначению перевозчиков. Сережа, скажи, в чем здесь была у нас зимненька. Система в автоматическом режиме подготавливает рейс к расчету стоимости, то есть определяет маршрут перевозчика, на который подвязан тариф, рассчитывает дополнительные точки, если они не включены в маршрут, ну и далее поэтапно уже подбирает по установленным правилам и отправляет перевозчикам заявки на ТЭС в свое рабочее место. В этом случае для каждого перевозчика рассчитывается своя стоимость перевозки. Сережа, напомню вообще, как перевозчик может получить информацию о новой заявке. Перевозчик может быть уведомлен о новой заявке по почте или в мессенджеры, например, в Телеграм. Если они заявку отклоняют или не отвечают за отведенное на нее время, тогда уже отправляется заявка следующему перевозчику. По итогу, если перевозчики не согласились с предложенной ценой, тогда разыгрывается тендер и уже в нем определяется победитель по минимальной стоимости. Да, давай здесь остановимся. Какие вообще в целом в ТМС реализованы способы определения перевозчика? Первый способ – это, конечно же, определение перевозчика вручную, когда все договоренности производятся за рамками системы. Следующий – это по долевому распределению, когда с перевозчиком заключается договор и формируется мастер-план на период. В мастер-плане задаются доли для каждого перевозчика для пропорционального распределения заявок между ними. Следующий вариант – это разыгрывание тендера как на внешних торговых площадках посредством двусторонней интеграции, так и внутри ТМС через веб-портал перевозчика. Победитель в этом случае определяется по минимальной цене. Ну и наш вариант – это четвертый итерационный подход, который частично может включать все вышеперечисленные способы. Система в автоматическом режиме в порядке очереди отправляет заявки на ТС в несколько этапов, определяет перевозчика по приоритету и по KPI, а в конце уже разыгрывает тендер, если не удалось подобрать перевозчика. На нем мы остановимся чуть поподробнее и разберем наш кейс. Процесс выглядит следующим образом. Выполняется перебор всех перевозчиков, у которых установлен приоритет по маршруту и транспортному средству. Затем выполняется перебор перевозчиков в порядке убывания KPI. Затем уже разыгрывается тендер между всеми перевозчиками, которые ездят по этим направлениям. Порядок этапов может гибко настраиваться, этапы могут добавляться и исключаться. Например, можно подвязать к текущей схеме еще и долевое распределение первым, вторым или третьим этапом. Также для минимизации ручной работы по умолчанию задаются настройки тендера с возможностью однократных и многократных предложений от перевозчиков, шага торга и прочих настроек. Теперь разберем каждый этап. Первая итерация – это подбор перевозчика по приоритету. А тут поясни, пожалуйста, что имеешь в виду под приоритетом и что может его сформировать? Приоритет можно сравнить с тем, что перевозчик зарекомендовал себя в доставке по определенным направлениям. В них он ездит быстро, качественно, без проблем и заказчику неважно, что есть перевозчики с более дешевыми тарифами. Также приоритетом могут быть договоренности о том, что в любом случае гарантированно на ежедневной основе перевозчик сможет предоставить транспортное средство. В рамках системы приоритет устанавливается в разрезе маршрута и типа транспортного средства. Например, перевозчик Дальний Свет имеет наивысший приоритет по направлению Москва-Елец-Липецк для трехтонного ТС с ценой больше, чем у своего коллеги ООО-компонента. В этом случае первая заявка улетит к Дальнему Свету. И также обращаю внимание, что в данной табличке, например, перевозчик Теранова не осуществляет перевозки по этому направлению, поэтому распределение по приоритету и КПА не участвует, заявки к нему не полетят. Вторая итерация – это определение перевозчика по КПА. Этот показатель в рамках проекта рассчитывается на основе двух блоков. Блок надежности, который считается на основании показателей транспортной компании, и логистический блок, состоящий из двух переменных, который считается автоматически по исполненным в системе рейсов. Первая переменная – это своевременная подача транспортного средства под загрузку. В системе сравниваются два значения – это плановое – начало рейса и фактическое. Если фактическое позднее, тогда это снижает КПА. Вторая переменная – это предоставление транспортного средства согласно ценовой матрице. Также, если фактическая стоимость перевозки выше, чем плановая, то это также понижает КПА перевозчика. Третья итерация – это разыгрывание тендера. Причем с таким подходом тендер можно разыгрывать и автоматически, определяя набор перевозчиков по наличию такого маршрута в тарифной сетке, и вручную, подбирая участников тендера без учета этих направлений. Тендеры в рамках проекта разыгрываются внутри ТМС в веб-портале перевозчика, а участники определяются автоматически. Перейти к разыгрыванию тендера можно несколькими способами. Перебирая всех перевозчиков по приоритету и КПА, или перебирая, например, по три приоритета и по три КПА, затем переходить уже к тендеру. Ну и третий вариант – это либо сразу пропустить все этапы и начинать поиск сразу с разыгрывания тендера. Дальше для наглядности я покажу процесс в системе. Я сейчас подключу демонстрацию экрана. Демонстрацию экрана подключаю. На основании маршрута следующего через два города – это Арзамас и Саранск – мы подберем маршрут перевозчика, рассчитаем дополнительные точки и в порядке очереди спормируем заявки на ТС. Перед вами выведена сводная таблица тарифов всех перевозчиков. По ней можно увидеть, что для первого перевозчика Дальний Свет по направлению Москва Арзамас Ранг ставка 32 400, у него приоритет 10, у другого перевозчика приоритет 20, 30, у кого-то его нет, а кто-то по этим направлениям не ездит. Сразу объясню, что все выполненные далее процессы делаются системой автоматически, без участия пользователей, но для демонстрации я выполняю перенетельный запуск всех команд. Для этого у нас есть подготовленный маршрут. По этому маршруту мы можем увидеть, что он должен следовать через три города. Мы грузимся на основном складе, едем в Арзамас и едем в две точки в Саранске. По этому документу мы спланировали тип транспортного средства до трех тонн. Первым действием, что система делает автоматически, она подбирает маршрут на основании тех городов, по которым мы следуем. Далее нам нужно рассчитать количество дополнительных точек, потому что у нас подсказка говорит, что есть доп.точки по маршруту. Для этого выполняем также команду рассчитать количество доп.точек. Получаем одну доп.точку, потому что маршрут состоит из двух городов, а мы заезжаем в Саранск в две точки. Дальше переводим рейс статуса к планированию ТС и уже переходим к нашему интерактивному подбору перевозчиков. Для удобства я сейчас еще на один экран выведу нашу табличку, чтобы было видно, почему так все получилось. Вот по документу рейс, значит, мы подобрали маршрут перевозчика, мы рассчитали количество дополнительных точек, дальше переходим в итерации подбора перевозчика, выполняем команду следующей итерации. На основании правил, которые заложены в системе, у нас определился первый перевозчик, это Дальний Свет. Дальний Свет, почему он определился, потому что у него здесь приоритет, мы видим, 10. Соответственно, ему заявка отправляется в его рабочее место. По этой заявке, сейчас посмотрим, что он видит. Вот документ я открыл. Рассчиталась стоимость 33 025. Перевозчик, в свою очередь, может проверить, ну, почему такая сумма получилась, команда рассчитается расшифровкой. Здесь нам выведется тариф из этого направления 32 400, что соответствует таблице, сводной таблице, и количество топ-точек 1, и тариф за топ-точек у нас получился 625. Вот, возвращаемся к документу. Также здесь, ну, вкратце, что он видит, это что он везет, что от него требуется, транспортное средство грузоподъема до 3 том, ну, и на закладке маршрут он может посмотреть, по каким градам он везет. Вот, мы перевозчику закладываем определенное время на отклик. Если он эту заявку отклоняет или не отвечает на нее, там, допустим, в течение получаса, у нас формируется автоматически уже вторая, отправляется вторая заявка к следующему перевозчику по приоритету. Для этого выполняют следующую итерацию. У нас отправляется компонент. У компонента также можем посмотреть, у него сформировалась уже своя стоимость, потому что там тариф, вот у нас получилось 34 500, а тариф тут 34, и 3 до 2.500. Ну, и, соответственно, вот этими действиями у нас перебираются все перевозчики сначала по приоритету, у кого он есть, дальше, когда приоритеты все заканчиваются, он переходит уже к подбору перевозчиков по KPI. У нас приоритета у транспортной компании везем все нету, поэтому у него только есть KPI, и уже по KPI ему отправляется. И если также по KPI перевозчики не откликнулись, соответственно, у нас эта заявка отклоняется со второго этапа, и уже формируются тендерные заявки сразу всем перевозчикам, которые осуществляют доставки вот по этим направлениям. В принципе, вот такой вот механизм интересный получился. Теперь демонстрацию выключаю. И вывожу. Ага. Так. Следующий слайд. На секрешке ситуация на рынке нестабильная, но, тем не менее, логично, что компании ищут способы по повышению лояльности со стороны перевозчиков в части формирования и согласования более приятных тарифов. В этой части мы как раз таки разработали механизм, который может в этом посодействовать. Это автоматизация работы с реестрами перевозок и взаиморасчетами с подрядчиками. Этот функционал существенно упрощает работу обеим сторонам и, безусловно, является большим преимуществом. Ведь и для подрядчиков, в том числе более спортно работать с компанией, имеющей возможность напрямую взаимодействовать в режиме онлайн. Сереж, давай здесь немножечко тоже поподробнее остановимся по функционалу, который мы реализовали по этой задаче. Да, давай. Как я говорил ранее, перевозчики, клиенты работают в их системе ТМС через специальный веб-портал, это рабочее место перевозчика. Там он полноценно может взаимодействовать с логистами, то есть принимать, подтверждать или выдвигать свои предложения по заявкам на транспортные средства, также вводить собственный парк и водителей, назначать их на рейсы, прикреплять к ним документы типа водительского удостоверения или СТС, ну и прочее, если это требуется. Кроме того, свои рейсы перевозчик может закрывать по факту, по этим рейсам он может формировать реестр выполненных перевозок и выставлять за него счет, ну и также отражать факт получения документов. Процесс формирования реестр очень простой, перевозчик отбирает все выполненные перевозки за определенный период, по ним он видит сразу всю ключевую информацию, например, маршрут перевозчика, количество доп. точек, видит плановые расходы, которые были зафиксированы в момент подтверждения заявки на ТС, а также фактические затраты, рассчитанные системой. Нужно это для того, чтобы сравнивать, о чем договорились на берегу, с тем, что стало после исполнения рейса, потому что при исполнении могли возникнуть непредвиденные обстоятельства, типа добавились новые точки или дополнительные километры. В процессе исполнения эта информация вводится по рейсу, а также анализируется. Итоговая же сумма, которую требует перевозчик, вводится в соответствующем третьем поле. Если она выше плановая и фактическая, тогда требуется объяснить перевозчика в соответствующем поле. В противном случае логист может потребовать корректировки счета и его перевыставления. Благодаря такому механизму получилось снизить прямое взаимодействие с бухгалтерией посредством решения всех вопросов внутри транспортного отдела и предоставления корректной информации по счетам напрямую в учетную систему интеграционными путями. Кроме того, схема взаиморасчета стало прозрачнее. Перевозчик через рабочее место сам может посмотреть статус оплаты счета, отправлен он в оплату или оплачен. И если есть вопросы от службы безопасности, в случае превышения итоговой суммы. Ну и также снижены риски человеческого фактора в расчете стоимости. Еще одна функциональная особенность, реализованная на проекте, это контроль движения документов по рейсам. На уровне контрагента или заявки на перевозку определяется пакет необходимых документов, которые нужно получить от клиента на точке, передать их транспортной компании и вернуть заказчику перевозки. Сереж, тут поясни, пожалуйста, какие конкретные документы имеешь в виду? В нашем случае это товарная накладная, товарно-транспортная накладная и универсальный передаточный документ. Перевозчик через веб-портал после исполнения рейса отражает факт получения документов путем сканирования в трех кодов первичной документации, тем самым списывая задолженность с рейса. После этого оригиналы документов отправляются логистам и они уже завершают рейс, по которым документы возвращены. С помощью такого процесса можно отследить возвращены ли документы по рейсу, если нет, то на каком этапе они застряли, может быть, транспортная компания их не получила или курьер не доставил заказчику перевозки. Коллеги, таким образом мы следуем текущим потребностям наших клиентов и адаптируемся под текущие современные реалии рынка. Соответственно, по функционалу мы закончили. Готовы перейти к ответам на ваши вопросы.